Ведоплясов, отворяй! Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? Так ли мне передано? Твои, Фома, твои. Успокойся. Сядь. Поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же, Фома. Ты поймешь, Фома, ты не маленький, я тоже не маленький, слово мы оба в летах. Видишь ли, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах. Именно в некоторых пунктах. И потому, брат, не лучше ли нам расстаться. Ну, да что долго толковать я твой друг, Фома, и клянусь в том всеми святыми. Вот 15 тысяч рублей серебром, это все, что есть за душой. Последний Крохин оскреб своих обобрал. Смело бери, я должен, я обязан тебя обеспечить. Переезжай-ка в наш городишко, Фома, всего 10 верст. Там за церковью есть домик, в первом переулке с зелеными ставнями. Примиренький домик, вдовы-попадьи. Его как будто для тебя и построили, она продаст. Я его тебе куплю сверх этих денег. Поселись-ка там подли нас, занимайся литературой, науками. Приобретешь славу, к нам будешь приезжать, гостить по праздникам. И мы заживем, как в раю. Желаешь или нет? Деньги? Где они? Где эти деньги? Давайте их! Давайте их сюда скорее! Вот они, Фома. Последние Крохи, ровно 15, все, что было. Гаврила, возьми себе эти деньги. А не старик? Могут тебе пригодиться. Но нет! Дайте сперва их мне! Дайте, дайте, дайте мне эти миллионы! Чтоб я их мог истартать своими ногами! Чтоб я их мог взорвать! Чтоб я их мог исплевать! Чтоб я их разбросал, аспирнил и обесчастил! Мне предлагают деньги! Меня покупают, чтоб я вышел из этого дома! Я! Мои уши слышат это! Я дожил до этого последнего бесчестья! Вот! 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 Вот ваши деньги! Вот они! Ваши деньги! А! 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 Сухий сын, коварик! Мужик! Сухий сын, коварик! А! Сухий сын, коварик! Мужик! Вот! 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 Ваши миллионы! Вот! Вот как поступает Фома Пискин, если вы этого не знали! Вон! Фома! 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 Ты возвышенный человек, Фома! Да, конечно! Ты благороднейший из людей, Фома! Да! Прости меня, Фома! Прости! Я подлец перед тобой, Фома! Да, конечно! Я согласен! Не твоему благородству я уявляюсь, Фома! А тому, как я мог быть так груб, слеп и подал, чтобы предложить тебе эти деньги при таких условиях! На коленях! На коленях готов просить у тебя прощения, Фома! Если хочешь, я сейчас встану перед тобой на колени! Если только хочешь! Женя! Не нужно! Ничего мне от вас не нужно! Полковник! Помоги! Помоги мне, Гаврила! Не надо! Мне ваши колена, полковник! Боже мой! Спасибо, старик! Фома, пойми! Садись, садись! Я был разгорячен! Фрапирован! Я был вне себя! Назови же! Скажи, чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи из реки! Ничем! Ничем, полковник! И будьте уверены! Я завтра же отрису прах своих сапогов на пороге этого дома! Нет, Фома, ты не уйдешь! И нечего говорить про прах и про сапоги! Ты не уйдешь, Фома! Или я пойду за тобой на край света, пока ты не простишь меня! Вас простить? Вы виноваты! Понимаете ли, полковник, вы все еще винуто передо мной! Понимаете, что вы виноваты только тем, что давали мне здесь кусок хлеба! Понимаете ли, что вы виноваты, что теперь одной минутой вы отравили все прошедшие куски, которые я употреблял в этом доме! Давно-давно я предвидел все это! Вот почему давным-давно я задыхаюсь от вашего хлеба! Я давлюсь этим хлебом! Ваши перины давили меня! Да, давили! А не лелеяли! Ваш сахар, ваши конфеты были для меня кайенским перцем, а не конфетками! Фома! Нет, полковник, живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своей скорбной дорогою с мешком на спине! Так и будет! Нет, Фома, нет! Так не будет, так не может быть! Да, полковник, да! Именно так будет, потому что так должно быть! Рассыпьте ваши миллионы! Усыпьте! Усыпьте весь мой путь! Всю большую дорогу! Вплоть до Москвы! Кредитными билетами! И я гордо и презрительно пройду по вашим билетам! Вот эта самая нога растопчет, загрязнит, раздавит ваши билеты! И Фома Апискин будет сыт благородством души своей! Я сказал и доказал! Прощайте, полковник! Пошел, Гаврила! Прощайте, полковник! Простите, Фома! Прости! Забудь! Ну, к чему вам мое прощение? Ну, хорошо, предположим, я вас прощу! Я христианин и не могу не простить! Да я даже и теперь почти вас простил! Но решите сами! Сообразно ли будет хоть сколько-нибудь здравому смыслу и благородству души, если я хоть на один день останусь в вашем доме? Вы же выгоняли меня! Сообразно, сообразно, Фома! Уверяю тебя, что сообразно! Сообразно? Но равны ли мы теперь между собой? Понимаете ли вы, полковник, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы сами себя раздавили своим унизительным поступком? Вы раздавлены, я вознесен! Где же равенство? А как же, может быть, друзьями без такого равенства? Я заслужу, Фома! Я опять заслужу твое прощение! Нет! Клянусь тебе! Нет, полковник, нет! Чтобы теперь сравниться со мной, вам нужно совершить целый ряд подвигов! Подвигов! А на какой подвиг вы способны? Когда вы не можете сказать мне вы как ровни, а говорите ты как слуге! Фома, ведь я по дружбе говорил тебе ты! Я не знал, что тебе неприятно, боже мой, если б я только знал! Вы, которые не могли, а лучше сказать не хотели, исполнить самую пустейшую, самую ничторнейшую из просьб сказать, как я просил недавно, как генералу ваше происходительство! Фома, но это уже было, так сказать, высшее посигновение! Высшее посигновение! Затвердили какую-то книжную фразу и повторяете ее, как попугай! Неужели вы не понимаете, что вас срамили, обесчестили меня тем, что не хотели мне сказать ваше превосходительство! Обесчестили тем, что выставили, как какого-то капризного дурака! Ну, неужели я не понимаю, что сам бы был смешон, если бы хотел именоваться ваше превосходительство! Я, который презирает все чины и земные величия, тем более ничтожные, если они не освещаются добродетелем! За миллион! Не возьму чин генерала без добродетели! Но вы так часто чванились передо мной своим чином полковника, что, конечно, вам теперь трудно мне сказать ваше превосходительство! Вот в чем причина! Вот где надо ее искать! А не в посигновении каких-то судеб! Вся причина в том, что вы полковник, а я просто фама!